Всем привет, девчонки! Меня зовут Татьяна, рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы будем тестировать с вами косметику от Makeup Revolution. Сегодня я сделаю вот этот макияж полностью косметикой Makeup Revolution. И здесь у меня мой заказ от Beauty Bay. Он у меня уже лежит очень давно. Я должна была на него сделать уже данным давно тест, но руки все не доходили. И здесь у меня новый матовый тональный от Makeup Revolution. Также у меня консилер от Jouer. Новая палетка Iconic от Makeup Revolution в таких красивых зеленых оттенках. Хайлайтер. Вот такой вот огромный просто хайлайтер. И нюдовая матовая помада тоже от Makeup Revolution. И сегодня я хочу провести с этим тональным до конца дня и проверить его на стойкость. Но если вы еще не подписаны на мой канал, жмите кнопку подписаться. Также нажимайте и на колокольчик уведомления, чтобы получать сообщения о моих новых выпусках. И всем, кому интересно посмотреть на обзор Makeup Revolution, продолжайте смотреть дальше. Я начинаю с тонального. Мой оттенок F7. Сначала попробую нанести его кистью. Ой, он очень кремовый. Текстура очень кремовая. Кистью наносится неплохо. Он как-то сразу впитывается в кожу. Итак, это один слой тонального. На этой стороне я попробую со спонжем. Спонжем мне нравится чуть больше покрытия. И на тональном написано, что он full coverage и он заблюривает поры. С full coverage я бы поспорила. Я вообще не вижу полное покрытие. Я вижу все еще свою кожу. Насчет того, что он заблюривает поры, я тоже этого эффекта не сильно вижу. Сейчас попробую второй слой нанести. Потому что с первым слоем я все еще вижу свои какие-то мелкие недостатки. И даже свою кожу. И все мои покраснения. Full coverage. Ну, не знаю. Вообще не full coverage. Итак, наношу второй слой. Но сразу скажу, что этот тюбик пластмассовый вообще неудобно им давить. Вот давишь. Оно ничего не давится. Просто надо сильно нажать. И тогда он будет давиться. Просто тянется как крем какой-то. Кстати, в тюбике всего лишь 28 миллилитров. Ну, и вот только со вторым слоем я увидела действительно full coverage. Он хорошо перекрыл всю мою красноту, мои недостатки. Только со вторым слоем. Ну, и поверхность, скажу я, прям не такая уж и матовая. Хотя этот тональный называется матовый. Но он не высыхает в матовый. А все еще остается таким липким. Тональный не подчеркнул поры. Не забился в морщинки. Достаточно хорошо смотрится на лице. Ну, посмотрим, как он будет вести себя дальше. Итак, дальше. С этой покупкой я заказала консилер от Joy. А в номере Toast. Вот так вот выглядит сам консилер. Это пластик. И смотрю на цвет и думаю, что заказала темный. О боже, ну, конечно. Кстати, очень большой аппликатор. Цвет. Вообще отличается очень сильно от моей руки. Конечно, пахнет он каким-то химикатами. Ну да, он будет сейчас отличаться от цвета лица. Консилер очень кремовый и хорошо наносится. Не западают в морщинки. Также очень увлажняющий. Я буду закреплять тональной пудрой от Fenty. Она очень невысомая. Мне нравится ее использовать. С любым тональным она хорошо смотрится. Потому что этот тональный невысохломатовый финиш. Он так и остается таким липким. И немножко даже каким-то сияющим. Просто обман за обманом. Консилер также закреплю, потому что он уже собрался в складках. И переходим к макияжу глаз. У меня здесь вот такая вот красивая палетка. Это новая палетка от Mega Prevolution. Вот в таких красивых цветах. Она мне очень напоминает Lime Crime Venus XL2. И начну я вот с такого нейтрального бежевого цвета. Нанесу на складку века. Этот цвет практически не проявляется. Потому что совпадает с моим цветом кожи. Дальше набираю вот такой вот оранжевый что ли цвет. И нанесу туда же в складку века. Этот цвет уже проявился. И он такой кирпичный. Очень теплый. Мне нравятся теплые оттенки. Тени очень мягкие. Как в принципе и все тени от Makeup Revolution. Вот в этих палетках. Они практически не сыпятся под глаза. Чуть-чуть пылят в рефиле. И очень быстро наносятся. Хорошо растушевываются. Мне очень нравятся тени от Makeup Revolution в этих палетках. Потому что с ними очень просто и легко работать. Затем перехожу к зеленому. Возьму вот этот. Этот зеленый сам по себе не очень яркий и холодный. И поэтому здесь у меня немного грязь с коричневым. В принципе это нормально. Так оно должно и быть. Сегодня я хочу постараться использовать как много больше цветов из этой палетки. Перехожу к более темному и зеленому. На нижнее веко я хочу нанести вот этот. Вот этот цвет сначала. Это такой горчичный цвет. Затем нанесу на нижнее веко вот этот цвет. Затем беру самый темный зеленый цвет. Затем наносить во внешние уголки. И пожалуй наберу вот этот коричневый. И растушую вместе с зеленым. Набираю этот же темно-зеленый и наношу на нижнее веко. Затем сбрызгиваю кисть фикс-преем. И буду наносить вот этот красивый салатовый шиммер. Ой, он вообще не ложится даже на фикс-прей. В нем очень крупные блестки. Так, попробую пальцем. Ну нет, это вообще... И он еще прозрачный. Мне кажется, это просто как топпер. Что делать? И тут всего лишь два шиммера. Коричневый и зеленый. Попробую нанести коричневый рядом. Коричневый наносится лучше. В нем нету крупных блесток. Он просто как металлик. Хорошо видно вот на этом глазу, что он лучше наносится. И он просто как жидкий металлик. Ну а тот цвет... Зеленый. Красивый только в палетке. Когда наносишь, он просто прозрачный. И крупные блестки. Эти блестки не ложатся нормально на века. Так, попробую нанести этот зеленый на жидкие тени. Итак, набираю этот зеленый. Ой, не сыпется. Не, ну это вообще не красиво смотрится, если честно. Чтобы вы понимали, сейчас я сделаю сводч. Вот так вот выглядят тени. Прозрачные и с крупными блестками. В палетке это, конечно, смотрится по-другому. Намучилась я, конечно, с этим зеленым шиммером. В смысле не шиммером. Это вообще какой-то топпер. Просто пока я его нанесла, прошло очень много времени. Я уже успела сделать коррекцию, наклеить ресницы. И у меня остался здесь хайлайтер и помада от Makeup Revolution. Вот такой вот здоровый хайлайтер. Это хайлайтер Skin Kiss Champagne Kiss. Здесь 14 грамм хайлайтера. Он просто огромный, как размер бронзера. Правда, мне не очень нравится оттенок, потому что я больше люблю такие бронзовые, золотистые. А это какой-то прям белый и холодный. Сейчас нанесу и посмотрим, что он мне даст на лице. Ой, ой, ой. Он прям белый-белый и в нем крупные блестки, что они аж разлетаются. Не знаю, не нравится мне этот хайлайтер. Из-за цвета, из-за того, что в нем крупные блестки. Ну, конечно, он дает такой блик хороший. Но не тот цвет вообще. Ну и осталась у меня также помада от Makeup Revolution в номере Last. Iconic Matte Nude Revolution. Она должна быть матовой и нюдовой. Ой, цвет вообще не нюдовый. И она не матовая, а больше с таким бархатистым финишем. Ну, конечно, это вообще не нюд. И цвет сюда вообще не подходит к макияжу глаз. Она очень комфортная. Она не сушит губы, но я ее сейчас и тру. Мне не нравится, как она смотрится с макияжем глаз. Ну что, макияж я свой закончила. Но я хочу проверить сегодня на стойкость вот этот тональный. На часах сейчас 12.40. Я с этим тональным останусь до конца дня. И посмотрю, насколько же мое лицо останется вот таким вот матовым. И когда оно начнет блестеть. Так что я увижу с вами вечером. Итак, прошло уже почти 6 часов. 5 часов с половиной, если быть точной. Сейчас с половиной шестого вечера. И я, если честно, немножко удивлена. Потому что я думала, что такая кремовая текстура не будет долго держаться на моем лице. А будет быстро блестеть на моем лице. Но лицо практически не блестит. Уже 5 часов прошло. И очень чуть-чуть всего лишь блестит на носу. И лоб не блестит. Ну, короче, я под впечатлением от этого тонального. И также я очень довольна консилером. Консилер не запал морщинки. Но тушь отпечатывается на консилере. Не знаю, почему я уже вижу здесь черные точки от туши. У меня есть похожий тональный на такой кремовой основе от NYX. И у меня лицо от него сильно быстро жирнится. Поэтому я его не использую. Но от этого тонального я в шоке. И я посмотрела, что он сделан в Китае. Отлично. С каких пор английская марка делается в Китае. Но факт остается фактом. Мое лицо практически не блестит. Если вам понравился этот обзор, ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр. И увижусь с вами в следующем видео. Всем хорошего дня. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok